КОМУ ВНИМАТЬ ПРИ МОЛИТВЕ К БОГУ ОТСУ 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 Ты не в духе, а истине. Ты молишься древу и краскам, изображению художественному, которого в уме своем представил. Христианин молится безобразно. Это важная, крайне важная составляющая правильной молитвы. Когда мы молимся перед образами, перед иконой, мы можем, конечно, молиться, видеть этот образ. И чтая его, воздавать честь первообразу. То есть уходить своими мыслями за границу этой иконы. Даже обратная перспектива древнего канонического иконописания говорит нам о том, что икона смотрит на нас, а не мы на нее. Поэтому, а как же, скажите, как же молиться? Что представлять? Ничего не представлять. Концентрируйтесь на словах, концентрируйтесь на тексте. Молитва должна быть умной, сердечной, невизуализированной в вашем сознании. Ну, а когда кому молиться? Открывайте утреннюю, вечернюю молитву и посмотрите. Они подписаны. Отцу, Иисус Христу, Сыну. Да, Отец во мне, видев и меня, видел Отца, говорит Спаситель апостолу Филиппу на Тайной Вечере, когда тот просил показать нам Отца. И мы, повторюсь, верим в Троицу единосущную. То есть, видя икону Сына, мы понимаем, что здесь присутствует и Отец, и Дух Святой. Но не визуализирован для нас никак, ибо они не изображаемы. Изображение Бога Отца в виде старца Ветхого Деньми запрещено и Седьмым Вселенским Собором в 787 году, и Стоглавым Собором Русской Православной Церкви. Но все равно эти изображения появляются, они тиражируются. Напомню, что они совершенно не каноничны, ибо нельзя представлять Бога Отца никак. Он не воплощался, воплощилось Слово Божие. Ну, от Духа Святого мы можем изображать в виде голубя, потому что именно так видел его Ян Креститель, сходящего на крещающегося Иисуса Христа. Как понять, кому обращена молитва, если ты с первых слов молитвы не понимаешь, о чем идет речь? Кому мы молимся? Посмотрите последнюю строчку, последнее предложение этой молитвы. Посмотрите, кому мы воздаем славу. И тебе славу высылаем с Отцом и Духом, значит, Иисус Христу молитва. Тебе славу высылаем с Сыном и Духом, значит, Отцу. Ну, и наоборот, если вы видите прославление Духа Святого вместе с Отцом и Сыном, значит, молитва Духа Святого. Ну, а чаще всего они подписаны, на самом деле. Можете посмотреть. И представлять никого не надо. Просто помните, что молимся мы, Троица, единосущный и нераздельный. И хоть они разделены по ипостаси, у каждой ипостаси есть свои особенные божественные свойства, как рождение, исхождение, привечное, но тем не менее это один Бог, не три Бога. Троица единосущная и нераздельная. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...